Так, вот мы у края склона, значит, здесь у нас абсолютно ровная поверхность, а здесь есть уже угол, как мы видим. Вот это у нас нормальное направление показывает, то есть перпендикуляр к плоскости. Как мы знаем, уже из тех картинок, слайдов, которые я уже вначале показал, по этому вектору у нас идет сила реакции опоры. А здесь у нас вот показаны векторы, вот это вот сила, которая тянет машину вниз по склону. Если я, например, крутизну уменьшу склона, вот я сделал здесь мультипликатор, масштаб крутизны, вот абсолютно плоский рельеф. Вот он снова немножко начинает появляться, крутизна. В горку машина не едет, и она начинает стягивать вниз. В горку машина не едет, и она не едет, и она не едет, и она не едет, и она не едет. Вот, чем меньше крутизна, тем будет все меньше и меньше сил, которая будет стягивать, тащить машину вниз по склону. Если мы вернем, то видите, снова наша машина начинает дико тянуть под горку, что ей даже сложно выбраться. Так как у нас это поверхность асфальт, то машина может устоять на склоне перпендикулярно, ее не стаскивать вниз. Но если мы поменяем поверхность на какую-нибудь менее, так сказать, обладающую меньшим сцеплением, то посмотрим, что получится из этого. Вот это у нас гравий, вот этот у нас песчаный гравий. И вот лед. Так, не успели мы ее пронаблюдать. Ну ладно. Вот, стоим перпендикулярно, делаем лед, и машина начала стаскивать вниз. То есть сила трения, которая возникает как реакция на силу, которая стягивает, ну вот это вот сопротивление подъема, она по модулю не может скомпенсировать вот эту вот силу, и производную гравитации, и нормальной реакции. И машина начинает утягивать вниз просто. Если мы включим асфальт, то мы запросто сможем на вершину холма забраться. До самого верха там, без каких-то проблем. Потому что сила тяги, которую колеса прикладывают к асфальту, ее хватает с лихвой, чтобы преодолеть это сопротивление. Давайте попробуем теперь поменять материал, чтобы все получится. По идее, должно быть как в жизни, то есть, тем меньше сцепление с поверхностью, тем машине труднее будет забраться на склон. И если склон, чем круче склон, тем опять же им сложнее это делать. Мы видим, да, машина в принципе забирается. Но уже не с такой скоростью, как на асфальте. Но все-таки, давайте теперь еще песчаный гравий такой. Делаем песок. И сцепление у нас еще меньше. И тут машине будет уже совсем трудно. Но она лезет. Да, все-таки она может забраться. Ну, это потому что сейчас только половина от максимального уклона составляет... Давайте мы сделаем максимальный угол. Вот видите, у нас можно здесь поиграться с этим параметром. Сможет ли она забраться теперь на более крутой склон? И вот мы видим, что не хватает уже сцеплений, чтобы... То есть сила тяги и колеса уже не может справиться вот с этой вот силой сопротивления подъема. Мне не хватает сцепления просто. Колеса крутятся, движок рычит, бензин горит, а толку ноль, как говорится. Так, и лед. Снег и лед. Ну, здесь понятно, что здесь будет ситуация еще более плачевная. Сцепление еще меньше. И на такой крутой склон она не сможет добраться. Давайте вот на такой попробуем склон. 35 сотых от максимального. Здесь наверное залетит. Должно добраться. Да, здесь не хватает. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...